День добрый. Дождались. Наверное, вот такими словами можно охарактеризовать состояние отечественных болельщиков после матча в понедельник между сборными Украины и Исландии. Провал на Евро-2016. И всем нам было интересно, какая же будет новая сборная или обновленная сборная. Тем более, что интрига более чем была большая. В сборной появился новый тренер, самый, наверное, титулованный и успешный, причем по делу, футболист Украины Андрей Шевченко. Как футболист он выиграл практически все. Звезда европейского футбола. И в 39 лет он становится главным тренером сборной Украины по футболу. Вот какая будет сборная, интересно было посмотреть. А здесь и повод замечательный. Старт отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. И первый матч Украина-Исландия. Вот честно говоря, по окончанию матча Андрей Шевченко был на кромке поля в таких белых брюках. Вот у меня почему-то возникла мысль не Рио-де-Жанейро. Сборная Украины совсем не была похожа на сборную Бразилии. И итоговый счет 1-1 казался вполне справедливым. Но это, на мой взгляд, вот такого болельщика, как говорится, диванного. Что думают о новой сборной Украины специалисты? Какие у нее перспективы? И есть ли у нас шанс попасть в финальную часть чемпионата мира 2018 года? Об этом поговорим с известным экс-футболистом Днепр, Одесский Черноморец, а сегодня председателем областной федерации футбола Украины Петром Череби. Петр Христофорович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы какую обновленную сборную Украины увидели в понедельник вечером на стадионе Олимпийский? Главное, что я не разочаровался. Это уже позитив. Дело в том, что Андрей до этого никого не тренировал и подобрал себе очень серьезную команду помощников. И все это знают. И мы ждали. Это Сотти, которые в Милане выигрывали. Это очень грамотные люди. Раньше мы видим, как сложно без него сегодня киевскому «Динамо». Бесспорно. Мы надеялись как минимум на такой результат. Но нужно еще учесть одну вещь. Последний отбор мира и Европы. Первые матчи мы на мир проиграли дома Черногории. Безобразная была игра. То же самое было со Словакией. И потом догонялки были. Поэтому я думаю, что результат по игре. И самое интересное, что после этого нокдауна, который был во Франции, команда имела серьезное желание играть. А не было ощущения, что команда валится и продолжает? Мы выходим против Исландии. Ну, чтобы не говорить. Время от времени все время какая-то европейская сборная выстреливает. Была Греция, была Дания. Сейчас на чемпионате Португалия. Ну, надо учесть, что европейский футбол очень ровный футбол. Он уже выровнялся. Я думаю, даже и мировой стал такой. Но европейский очень ровный. Это показал чемпионат финальная часть во Франции. Там, где показали все себя, особенно британцы. Все команды сражались и показали современнейший футбол. И та же Исландия. Такую команду, как сборная Исландии, я вам в английском чемпионшипе найду пару десятков. Но это по людям найти. И по игре, и по игре, в общем-то. По умению. Они же тоже там бьются. Они же играют за счет тактики и самоотдачи. И физических данных своих, анатомически будем считать. Но мы выходим против сборной Исландии без единого нападающего. Это как? Это мы выходим выигрывать матч у себя дома? Сразу ответ. Самая страшная вещь, что у нас, к сожалению, самая большая проблема, я уже это говорю не на одном эфире, это нападающие. У нас полноценного нападающего на Украине украинца нет. Это 100% полноценного европейского нападающего. Все нападающие. Марко Девич. Нет, Девич, он, как по мне, он хороший футболист, как и все наши ребята. Но это не европейские нападающие. Хорошо, давайте о футболе. Вот вы увидели, я, например, абсолютно не увидел, в какую игру собирается играть сборная Украины. Ну, во-первых, Андрей переживал и сделал тактику на держание мяча и ни в коем случае как можно меньше аутов в районе нашей штрафной площадки и угловых. Все-таки физически очень сильная команда. И не было хачериди, которые играют головой. Поэтому тут наши сыграли грамотно. Потом держали мяч вполне нормально. То есть мы выходим с Исландии играть в оборонительный футбол? Если бы это играли до чемпионата финансов во Франции, наши играли бы, наверное, два нападающих. Но так как исландцы показали серьезнейший футбол, бойцовский футбол, и Андрей перестраховался. Это при том, что Исландия-Франция 2-5. Ну, это все-таки Франция, да, мы не Франция, к сожалению. Но если мы будем играть в такой футбол, есть перспективы у этой команды? Есть, есть перспективы. Будем ставить автобусы, играть... Нет, самое интересное, у нас есть 20-22 футболиста одинаковых совершенно, и можно тактику менять в зависимости от соперника. Я думаю, что Рутань будет играть на выезде процентов 90 вместе со Степаненко. Это два опорных хава. Сейчас не было Рутань, нужен был один опорный хав. Хотя были моменты при счете 0-1, мы могли еще один гол получить. А вы считаете, Сидорчук нападающий? Сидорчук, он не нападающий, не полузащитник. Он очень выносливый парень, сражается. Мы не трусливо играли, вот давайте честно скажем. Возможно, трусливо немножко, возможно, трусливо. Ну, проблем очень много, это естественно. Вы защитник, да, что происходило в защите, пока у исландцев были силы. Мы видели, да, сборная Исландии сегодня, ну, может, после чемпионата. Вот она 25 минут где-то играла, плюс-минус. Проблема была с кучером. Ему доверили капитанскую повязку. Парень играл от сердца, он боец, он сражается. А это влияет, да, если у тебя на руководит? Влияет, бесспорно влияет, влияет 100%. Он, будем считать, перегорел. У него было желание играть, биться, сражаться. Еще эта ошибка, рикошет отскочил от него, и парень забил вон наши ворота. А что значит сборный капитан? Ну, наиболее старший, наиболее, он самотверженный, ну, сорна в шахтере. Это добавляет какой-то ответственности, это чувствуется на поле? Да, бесспорно. Это неформальная штука? Нет, 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 как раз. Ну, там чуть судьей поругаться, там чуть... Нет, 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 это у нормального человека, это очень серьезно. Капитанская повязка тебя стимулирует, и на тебя все смотрят. Если, не дай бог, он проиграет какой-то стык, то ребята более молодые. Тот же Будко будет играть совершенно не так, или Соболь. Соболь, это ребята молодые, особенно Соболь. Но они показали, что они могут играть. Но мы же все стыки, вот первые 20-25 минут проигрывали, отлетали. Это были не стыки, борьба. Стыки, наоборот, наши немножко грубили. Стыки, это когда уже падает. Стыки, когда идет, да. Борьба, естественно, за счет... Это когда Кучер уже получил желтую карточку. Да, он сзади прыгнул, он от обиды, что две грубые ошибки, один гол забили, один не забили. Он поэтому понимал, что где-то его вина 70% в пропущенном мяче. И во втором моменте, когда парень не забил, выше ворот пробил. Он поэтому и сражался. Хорошо, что у него хватило силы и психологии доиграть хорошо игру дальше. Он не получил вторую желтую и не долился. Хотя, в общем-то, страх такой присутствовал. Единственное, ему надо было, конечно, играть, как и Ракицкому. Головой, когда выбивает вратарь мяч или защитник бьет вперед, нужно с разбега играть. Они сильно подходили близко к нападающей. И нападающий занимает, во-первых, выше нападающий, он выиграл часто мячи у наших защитников. Но такого ничего они не создали. А вы в сборной лидера увидели, вот человека... Ну, капитанская повязка – это формальное лидерство, да? Тренер назначил... По этой игре я вообще отметил бы пятого. Ракицкий, я к нему с большой претензией обычной отношусь, но Ракицкий сорвал очень здорово. Ну, потому что бил из талека, да? Да, и очень мне понравился Ермоленко, если честно сказать. Парень, конечно, немножко хуже сорвал Коноплянка. Парень не имеет практики в Севиле, не имел. Сейчас переходит в шальки. У него нехватка вот этой игровой практики. Он сильно переживал, когда этот пенальти бил, он засеменил перед ударом. Непонятно, у него такой удар поставленный. Он сейчас сам бьет. А зачем пошел бить пенальти? Ведь очевидно, человек перешел, подписал контракт. Забил Реалу, он лидер команды. Ну, психология была. Это футбол, никуда не денешься. Так все-таки вот есть один... Вот можно назвать Днепр, да? Руслан Ротайн. Да, бесспорно. Бездоговорочный лидер команды. Сердце команды мы все. В сборной Украины есть такие люди или есть такой человек? Можно назвать? А тем более после того, как... Ну, явного лидера сейчас нельзя назвать. Очевидно, что сборная поделена на киевских, на донецких. Ну, я думаю, сейчас мы видели, что этот конфликт, который был у них клубный, я думаю, все нормально. Ну, Ермоленко убежал, когда его поздравлять, там, Донецкие набежали, он так немножко... Ну, это остатки осадок из тех мочей. А забывается такое вот то, что произошло между Степанинкой? Когда хорошо забывается, когда сложно, возможно, где-то в голове остается. Сразу вопрос возникает, кому хорошо? Да, ведь очевидно, что... Результат, если есть, все целуются, а если кто-то проиграл, поэтому Кучер и переживал после этих полу ошибок, он, что человек, отдаваясь полностью игре, от сердца играя, сделал, наварил практически два мяча нам. Первый пас он не сделал, должен был подкать и выбить, когда пошел пас ему за спину. И второй случайность, рикошет, попал мяч в грудь. И второй момент, то же самое, он неправильно расположился. Это не значит, что у нас чемпионат такой стал, когда... Ну, ведь для Луческу пара Кучер-Ракицкий, это безоговорочные, да, люди, которые на поле, это... А оказывается, выходим на матч против Исландии, и есть проблемы. Они с обороной нашей поначалу делали просто что-то делать. Это вначале было, а потом сыграли здорово. Ну, просто исландцы подустали. Ну, подустали. Ну, а подустали почему? Потому что наши много мяч держали. Единственная была проблема, опорный хав должен быть один из них, или Зинченко, или Сидорчук, должны были ниже садиться и меняться местами иногда со Степаненко. Но Степаненко боялся выдвигаться, потому что этот стержень обороны, который первый принимает на себя атаку, он должен был быть на месте. Поэтому сильно много катали мяч сзади. Но вы увидели, вот Федецкий перед игрой, давая интервью, сказал о том, что есть домашние заготовки. Вот я их, честно говоря, как-то не заметил. Ну, это только они знают, какие заготовки могли быть. Я думаю, в игре уже и мы с нами должны были поделиться. Нет, но заготовка была при подаче угловых, они подавали на Ракицкого, чтобы он лед пробил за штрафной площадки. Дважды это было. Ну, Ракицкому повезло, да? Он ударил штрафной, увидел вратарь, испугался, и дальше уже его доживал, добивал. И один раз отскочило на Ярмоленко. И мы сравнивали еще. И тут здорово пробил. На противоходе попал из-под игрока, пробил. Да, очень здорово. Не дал мячу опуститься. Появилось время. Поэтому Ярмоленко был практически лучшим игроком в нашей команде. Из полевых игроков, я имею в виду. А почему вот все-таки таких лидеров, когда плохо, и чемпионат Европы это здорово, так сказать, проявил, ни Ярмоленко, ни Коноплянка лидерами не становятся. И играть через немало. Они еще молодые. Давайте вспомним того же Андрея Шевченко в матче со сборной России, когда было нужно. И когда вот этот знаменитый гол Филимонову ощущалось. Мы вроде и не идет. А есть лидер, есть шефа. Андрей суперзвезда была. Это пока наши звезды. Тимощук уже не играет, который был приличным футболистом на поле. Его присутствие было необходимо. На данном этапе все-таки, я думаю, что Кучер, Ракицкий, Пятов, Ярмоленко, в атаке. Коноплянка также. Ну, Коноплянка, он, видно, очень хороший парень. Веселый, душа команды. Ну, немножко у него практика эта. Психологический. Его можно просчитать. Он сейчас играет под правую ногу, долезет до угла под правую ногу. Все это знают. Два-три игрока его перекрывают. В свое время, да, в начале в Севилье Коноплянка возил Реал. И я смотрел, просто душа радовалась. Реал недооценил его. Поэтому сейчас изучает каждого соперника, и против Коноплянки нашли противоядие. И как только против Ярмоленко Коноплянка чуть-чуть по ногам, чуть-чуть пожестче, они с поля исчезают. Ну, в этой игре они не исчезали, но были проблемы. Он тоже в свое время по ногам получал очень немало. И в том же Милане, и тем не менее, они феерили там достаточно. Немножко разный амплуаж. Евченко все-таки был на острие, и его было проще побить, можно считать так. Попасть в стыки, и он попадал ему головой. Но он при этом не бросал играть. А здесь такое ощущение, вот Ярмоленко и Коноплянка могут обидеться, махнуть рукой. В этой игре этого не было. В этой игре не было. Это как раз положительно. Ну, Ярмоленко, да, у него получалось. А Коноплянки явно было не... Ну, нехватка, я уже говорил. Он очень классный футболист. Немножко его просчитали. И он не безорвый. Ему доберели. Андрей Шевченко после матча сказал о том, что он даже назначил. Все правильно сделал, Андрей. Но ощущаешь, что у тебя не идет игра, что ты... Вот его эти проходы в центр. Ну, нельзя сказать, что игра не шла. Просто мы ждем от него более яркой игры. Ждем, как с Реалом. И самое интересное, получилось так, что Соболь все-таки помогал ему в атаке. Тоже здорово. И хорошая связка получилась. Единственное, Соболь и Зинченко пару раз обрезали в середину. Хотя у Бутко с Ярмоленко получалось повеселее. Повеселее, только Бутко немножко хороший парень тоже видно. Но ему нужно индивидуальное занятие для подачи с правой ноги. Он правша и очень плохо подает с правой ноги. И подачи, это родная нога, за ворота нельзя подавать. Это просто, он сам переживает парень. И все передачи у Бутко, к сожалению, идут назад. Или лучший вариант поперек. Но тем не менее, вот... Играл здорово, постраховал пару раз, как и несколько раз Соболь сыграл. Поэтому я думаю, что это два парня, которые будут играть и помогут в команде. Я вот каждый эфир с вами... Кабальян, который самый молодец. Кланяюсь и так далее. Потому что когда мы спорили с вами о Ярмоленко, вы сказали, что это классный игрок. А я во времена Газаева... Он только начинал играть. Вот я теперь о Зинченко хочу спросить. Там исландский комментатор, вот тот знаменитый, который своим криком стал известен после Евро на весь мир. Он говорил, у нас там Зинченко сравнивает с молодым Месси. Вот не слишком... Ну, немножко не Месси, он, конечно. Он более тягучий парень. Но с мячом очень хорошо работает. Но в этой игре вот Зинченко впервые можно было хотя бы понимать, за что его Гвардиола хвалит. Естественно, его так просто не взяли бы. Очень техничный левша парень, мягкий футболист. Как раз такого и не хватало. Если бы ему хорошую нападачу поставить, было бы ему гораздо проще играть. И он бы проявился больше. А наши пленеры тогда ничего в футболе не понимают? Если такого парня сначала в Уфу, а потом в Уфе его находят Гвардиола... Да он просто молодой, его дали на стажировку, мягко говоря. Ну, кто же Месси... Харламов тоже был хоккеист. Кто же Месси отдаст? Ну, да. Месси доверили и сразу он начал играть. Месси – это бог футбольный. А здесь мы вот так можем пропустить таланты. Потом он к нам западает. И слава богу, что мы играли. Главное, что он вернулся, парень... А помните, сколько шума было, когда Зинченко первый раз у Фоменко вышел? Да, и говорили тут, там, все. Главное, что он доказал, что он футболист. Видно, парень умеет играть футбол. Это будущее нашего футбола, по большому счету. Тот же Федецкий перед матчем сказал о том, что видно, что Андрей Шевченко немного волнуется. Все-таки большая ответственность в первый матч сборной. И тут же Леоненко ответил тренеру, показывать игрокам, что он волнуется, как-то нехорошо. Если не будешь волноваться, то это вообще не тренер. Поэтому он наверняка волновался. Тем более у парня не было тренерской практики. А когда игроки это чувствуют, это как сказывается? Да почему? Он у них сильный авторитет. Самый великий футболист. Он же с Фоменко помогал ему. Он все время был с ними в контакте. И с некоторыми из них он играл. Поэтому я думаю, что Андрей просто было ему войти в роль главного тренера. Тем более у него такая помощь. Эти специалисты из-за рубежа. Очень уважаемые люди, самые интересные. Поэтому я думаю, что наша команда перспективна. И ребята, эти бы никогда не остались работать с Шевченко, не веря в эту команду. Поэтому будем надеяться, что команда будет... Но она и так очень хорошая команда. Просто нужен опыт, опыт молодым ребятам. Федор Христафорович, мы очень хорошая команда, которая играет с Исландией 1-1. И мы говорим, что это очень хороший результат. Нет, я не говорю, что это очень хороший результат. Это не вы сказали, это сказал Андрей Шевченко. Ну, это не очень хороший результат. Но для первого матча я уже повторяюсь. Если взять первый матч Черногория, чемпионат мира отборочный и Европа со Словакией. Черногория – это футбольная страна. Это Югославы. Да, начали больше Одесской области. Но там техничные люди, которые даже не на последних ролях в европейских командах. Сейчас все умеют играть в футбол. Знаете, мне понравился один из журналистов, сказал, что в Исландии вулканов больше, чем футболистов. Да, это я слышал. А мы выходим, играем один-один и радуемся. Мы не радуемся, но, по крайней мере, мы не горюем. Мы не слышали, как на последних минутах Шевченко говорил, разыгрывайте, не бегите. Это было видно, что, дай бог, что… Боялся пропустить гол. Совершенно верно. От Исландца. Проиграть, да. Но проиграть – это уже катастрофа. И что мы будем делать с Хорватией? В футбол будем играть. Все будет нормально. Восемь человек в защиту поставим? Нет. Выйдет еще Хачериди? Ну, выйдет Хачериди, наверное, выйдет, да. Ну, пятым будет защитником. Но не слишком трусливым. Ведь мы с вами хотим перед игрой… А как сделать, секунду, а как сделать? Пойти в атаку и получить пять, и забить три? Ну, может, не пять. Это тактика. Ну, если классная игра, можно простить и поражение. Ну, чтобы не было так стыдно, как мы это видели на Евро. Поражение – это в контрольном матче может быть. Мы же молились, говорили на Евро, забейте хоть один гол. Ну, хоть не так стыдно будет. Могу сказать один случай. Вы помните, Днепр, когда Олег Протасов пришел, это мой друг. И он сказал, будем играть в атакующий футбол. Первый круг сыграли здорово, на четыре очка играли, оторвались от всех. И потом начинался весенний цикл, продолжение чемпионата было. Вышли играть с киевским Динамо, 0-4 или 1-4 попали. Надо играть на результат. И все тренируются для того, чтобы выигрывать. Для этого есть тактика, подготовка. Вся жизнь идет на то, чтобы выиграть. Если Кричков будет бить, бить, а потом попадет в нокаут, будут ему вспоминать этот бой. Но это же на то и есть наука. Надо выиграть. Важно как, важен результат. И в борьбе, да. Это борьба, когда честно выигрывается, играется сама дача и тактика. Это целая наука. Самая сложная игра в футбол. Поэтому молодцы не проиграли и достойно выступили. Самое интересное, был дух команды. Вы это почувствовали. Я почувствовал, конечно. Я, к сожалению, не чувствовал. Нет, нет. Но было видно, что отдаются. Тот же Кучер получил карточку. Он просто сражался. Коваленко прыгал, сражался. Мы не старались, настолько обрезались. Было очевидно, что нам не хватает. Да, были ошибки. Работать есть над чем. Бесспорно. Работа непочатый край. То, что Шевченко отказался от товарищеских матчей перед первой игрой отбора. Вот это как-то... Может, они бы чуть вместе побегали, чуть-чуть сыгрались, чуть друг друга почувствовали. Вот вам понятны причины, почему тренерский штаб решил, сразу начнем с отбора? Можно только предположить. Он сам не знал, кто будет играть. Он изучал, наверное, команду Исландии. Последние все матчи. Не захотел... А что ее изучать? Нет, нет, но он просмотрел наверняка все матчи. Бей, беги, да? Да нет, ну не бей, беги. Ну, вы помните этот пас во втором тайме, он где-то от своей штрафной ударил. Когда нападающий почти один-один вышел. Конечно, если бы ему техники чуть-чуть и все. Ну, он, кстати, неплохо обработал. Это как раз подстраховал Бутко. Ну, он немножко от себя отпустил. Отпустил немножко, да. Если бы там какой-нибудь Суарес был, то я думаю... Ну, это изъяны игры в обороне в линию. Кстати, нам когда угол забили два молодых парня, и Бутко, и Соболь, если бы они вышли немножко, когда пошел за спину первый гол, был бы не игре. А когда показали по линии, ни игры не было. Один из них остался сначала один, а потом второй. Получается... Он завидовал комментатору, который сам себя слышал. Да, да, да. Который вел, зажигал ребят. Для футболистов. Что значит? В вашей карьере были такие матчи, когда на стадионе зрители? Нет, не было такого. Но это... Играя дома, это катастрофа. Играя на выезде, очень здорово. Особенно в южных республиках. Если бы никого не было, было бы хорошо играть. Это как-то сказывается? Конечно. Дома, когда играешь... Были бы трибуны, могли бы погнать. Да, конечно, погнали бы. Сто процентов. Хотя, опять, кого гнать, если без единого нападающего? Без нападающего. Вот те, что, это самая серьезная проблема нападающего. Хорошо. А ситуация, когда... Ну, ведь понятно было, что матч будет силовой. Что исландцы, это такие мужики, которые пашут, не жалеют ни себя, ни соперника. И, ну, попало так. Вот выстрелили они на Евро. Почему не оказалось... У нас бойцы, вот если я так про сборную Украины, кто боец и уж не отступит ни в каком стыке, Федецкий сразу. А здесь Федецкий не играл. Зазуля, который, может, там рост там-то и невелик, но вот здесь вышел, он же, так сказать... Нет практики у Зазули. В Бетисе не играет он. Он неудачно сыграл в финальной части во Франции. Не в той форме. Эти наступания на хилы, на судей. Психологически немножко парень не в той форме. Поэтому все это смотрится. А молодые ребята подходят и выбивают их из состава. Вот Коваленко, он все-таки играл, сражался. Он столько набиался, по-моему. Но когда произошла замена, он немножко ниже отошел, он стал явным лидером. Через него пошла вся игра. Ну, есть Будковский, который, если не ошибаюсь, там в России в Анжи бегает. И ты тоже, в общем-то, на исландский футбол похож. И головой уже забивает. И парень такой, что... Селезнев тоже бегает иногда. Ну, к Селезневым у вас давняя дружба. Да, я недолюбливаю этих футболистов. Селезнева особенно. Парень не понимает, как ему играть надо. Ему наверняка говорят, как играть надо. Такой лось здоровый парень имеет. И бежит, и бьет. И тот же Зазуля вышел, сразу начал пятиться, падать, руки разводить. Ну, он побегал, попугал и сеанса в свое дело. Вот в ничью он тоже внес немножко. Начал напрягаться, накрывать. Нет, то, что он порядочный парень на поле, даже вопрос. А нужна, на ваш взгляд, натурализация? Вот мы как только заговорили, там Тайсон, да, какие-то разговоры уже более-менее пошли конкретные. И сразу Тайсона вызывают в сборную Бразилии. Ну, это два и Мауроса, и Тайсона, великолепные футболисты. Но самое интересное, что у нас такие же звезды есть в команде. Ну, Ермоленко такого же класса игрок. Почти такого же класса, а может даже в чем-то и выше. И такой же точно Коноплянка, поэтому... Ну, Тайсон, конечно, оба должны были, могли бы быть. Хорошо, я вас проще спрашиваю, Ермоленко и Коноплянка могут быть такими лидерами, как был Шевченко? Могут быть такими лидерами, как в Динамо и в сборной был Олег Блохин? Трудно судить. Конечно, могут. Наверное, могут. А чего им тогда не хватает? А почему у наших игроков... Я не знаю. Их надо знать как людей. Дело в том, что это лидерство должно быть и формальное, и неформальное. Они, кроме футболистов, должны быть еще ребятами, которые были бы сильно уважаемы. Я думаю, что их уважают, но, к сожалению, вот эти вещи... И с личностью нужно быть, да? Конечно, бесспорно. А ему не хочется уже, на ваш взгляд, в раскивалке... Да, получается, ну вот то, что произошло между Степаненко и Ермоленко тогда, когда Кучер прибежал, это уже все, это неправильно, это не должно такого быть. Тем более, играя в одной сборной... А кто виноват? Кто доводит до такого состава? Мы ведь видим, что противостояние Динамо-Шахтер иногда... Прежде всего, футболисты виноваты. Футболисты виноваты, прежде всего. Ну, их же, наверное, кто-то накручивает. Они сами себя накручивают. Я не думаю, что Ребров или Лучевску мог бы сказать, делайте так или иначе. Не могли этого сделать. Это умные люди, специалисты... Ну, а взять вот так ударить, это же не игровая даже ситуация. Да это вообще нонсенс, конечно. Вот и получается, что человек сам себя так додергал, и какие-то проблемы были. Вроде бы адекватные люди, а так себя ведут иногда. Так, нужна натурализация Марлоса и Морайеса? И это нападающие? Я думаю, да. Вот тех, кого не хватает? Думаю, да. А раньше вы говорили, нам не нужны вот у меня же... Ну, к сожалению, сегодня нет нападающих, атакующих футболистов таких нет. Ну, вот убери Ярмоленко и убери Коноплянка. Все-таки, какие бы ни были футболисты Луганской Зыри, хорошие, им не хватает опыта. Через 2-3 года, возможно, они и станут такими. Какие задачи может перед собой ставить сборная, которая радуется ничьей со сборной Исландии? Занять первое место в группе. Так мы же поедем в Исландию. Ну и что? Вот кто мне точно нравится, это исландские зрители. Они, конечно, поразили всех. И как они встречали сборную, это кадры, которые... Нормальная группа, все равные команды приблизительные, можно спокойно играть, только лишь бы отдавались, правильная тактика была. Все нормально. Российские журналисты, которые немало наговорили о сборной Украины во время Евро, не забывают нашу сборную сейчас. И вот газета по-украински приводит цитату Алексея Андронова. Вот он скептически оценивает перспективы сборной Украины в отборе на чемпионат мира 2018. И прямая речь. У Украины такая группа, которую они с Шевченко или без него, но скорее всего, не пройдут. Те же Хорватия с Исландией выглядят гораздо сильнее. Исландцы на Евро не делали ничего сверхъестественного, просто не прыгали выше головы. И им вполне по силам удержать этот уровень. Плюс еще Турция, которая, как всегда, непредсказуема. А здесь даже второе место ничего не гарантирует. Ну, второе место там 8 команд будут играть при стыковке. Поэтому бороться на завтра. Так шансы какие? Да нормальные шансы, нормальная группа. Здесь нет лидера, нет Франции, нет Германии. Здесь есть Хорватия, да? Ну и Хорватия, у них тоже сейчас смена поколений идет. Как всегда Хорватия? Сыграли 1-1. Ну, у нас вся группа сыграла 1-1. Все равные команды. И Косово тоже ноги унесло, да. В конце забили в Финляндии гол. У всех одинаково. Забитый, пропущенный, все слуга. Совершенно верно. Нормально. Мы два матча играем не дома. В Турции и Болгарии, да. А я имею в виду с Косово, мы будем играть в Болгарии. Да, это как-то сказывается. Что это все-таки не Киев, не Свою. В начале было, ну как бы это не секрет, наверное. Сначала Андрей Васильевич Павелко хотел, чтобы Косово принимало. В Одессе был матч с Косово и с Финляндией. Но вы знаете, наверное, баскетбол, та же история Косово, с Украины попала. И Украина Косово. И МИД, а может быть и непризнанная республика, поэтому играть на нейтральном поле. Ну выбрали Болгарию, наверное, правильно все-таки наши соседи, друзья наши. То есть там есть шанс, что будут болеть за нас? Конечно. Потому что был вариант еще и с Турцией. Да, в начале было Турции 6-го и 9-го в Турции играть. Ну, наверное, правильно сделали, убрали. Потому что все-таки страна мусульманская, и в Турции будут болеть. Естественно, будут против нас. Когда будет на футболе 40 или 30 тысяч болельщиков, турки те же будут, и Косовары будут кричать против нас. Все-таки и две игры подряд. Да и вратарь пятого у нас, который иногда начудить может. Ну, не ошибается, а кто-то ничего не делает. Я уже об этом говорил. Он молодец. Он все равно очень... У Ческо не даром все время ему замену. Он психологический. У Ческо сколько был, столько искал какую-то замену, пробовал. Ну, он психологический парень готов к любому матчу. Такой, как Игорь Шуховцев. Он ему одинаково с кемер. Елинскас был такой же вратарь в Алик у нас. Такой фактор, да, что мы знаем, что чемпионат мира пройдет в России. И есть вариант, и он, в общем-то, вполне реален, что наша сборная, даже пройдя, туда не поедет. На футболистов это как-то влияет. Ну, не думаю, что они поедут. А вы как относитесь, когда сегодня все больше и больше наших футболистов появляются в российском чемпионате? Я, честно говоря, ну, я понимаю, что... Да, какой-то осадок есть, конечно. Зарабатывать, да, но какие-то вещи вот... Немножко, да, не вовремя они идут туда. Есть другие страны, которые можно поехать играть и зарабатывать ежедневно. Ну, это опять, это же личное дело. У них свои агенты, они ведут переговоры. Ну, формально это не запрещено, да? Да нет, конечно. Это, наверное, моральный выбор каждого человека, который... Да, у него свое личное, поэтому... Сегодня сыграли. Хотя мне, ну, абсолютно обидно, что мы радуемся ничьей с Исландией. Вот при всех, так сказать, достижениях Исландии, мне кажется, что... Но мы не радуемся. Мы просто реально смотрим на вещи. Ну, вот, и опять-таки, ну, тогда где же наша сборная? Ничейная игра. Не проиграли единоборствам. Преимущество было у нашей команды. Держали больше мячей. Момент-то было поровно предвизитно. Вернутся ребята сейчас в чемпионат Украины. Который явно стал слабее, который, в общем-то, уровень попадупал... Слабее какого чемпионата? Чемпионата Украины в те предыдущие мирные годы. Вообще, сегодня... Но это когда был Днепр, металли сильный. Можно оценить наш чемпионат. Да, мы всегда к нему несколько так относились скептически. А какие классные у нас игроки были, если они сегодня играют в Манчестер Сити, в Арсенале, Манчестер Юнайтед, Челси, Милан. Ну, да, оказывается, не так плохо таких ребят выбирали, которые... Ну, типичный вариант в Зари. Вот тебе в Заря. Видишь, играет современный футбол. Тренер подготовил ребят так, настроил их. И сопротивляется, играет. И показывает хороший футбол, самое интересное. Вместо Днепра и металлиста, которые были когда-то крутые, 4-5 лет назад. Появилась в Заря. Нет, вы знаете, вот вы о Заре, я, может, и не собирался сегодня, но я думаю, вот в плане Зари нужно сегодня в Одессе срочно селфи-палки покупать, потому что футболисты Зари будут самые претенденты искать их. У них матч с Манчестер Юнайтед. Я думаю, это как раз матч, вот, пофотографироваться чуть-чуть с Ибрагимовичем, с Руни. Ну, у них очень серьезная группа. Верни Дубу повезет он два раза с Мауринием. На этом мы слушали 2 плюс 2, да. Да, может, так сказать, ну, они только услышали о том, что у них соперник Манчестер Юнайтед, и сразу в Днепру проиграли. Это область психологии. Но Днепр тоже непростая команда. Вы чего ждете, вот в Одессу приедет Манчестер Юнайтед? И вообще, привезут ли они, на ваш взгляд, Ибрагимовича там как? Как дадут отдохнуть, или если миллионы заплатили? Все будет зависеть от тех туров, как они сыграют до этого. Это же будет третий тур или четвертый. Нет, третий тур будет. Поэтому есть вариант, что мы таких звезд Манн Юнайтед выставим второй. Да, в Манчестере там 25 одинаковых футболистов, все они звезды. Это же в английской премьер-лиге, там, тем более в топовых командах, там все звезды. А не обидно, когда Мауриния говорит «Заря», не знаю, не слышал? Ну, обидно, наверное, но если и правда, он не слышал. Это в 72-м году, когда играла «Заря», была чемпионом СССР. Сейчас идет, как бы, это первая областная команда, которая стала чемпионом СССР. Давайте в этом чемпионате, вы так ушли от вопроса, чемпионат стал гораздо слабее. Чего ждать? Ну, сама схема поменялась. И теперь каждый борется попасть в шестерку. Тоже борьба, все нормально. При этой ситуации, которая происходит в стране, это нормальный чемпионат. Это поможет сборным, то, что отечественные игроки получают шанс? Конечно, бесспорно. Или наоборот, вот рядом с теми, кто был, звезды, которые мы сегодня в лучших клубах Европы видим, они росли, а сегодня стимулов... Да нет, они будут расти и так, и так будут расти. Они уже видели этих Фернандинио, играли с ними, и страна, все звезды, которые были в Шахтере, Киевском, Динамо, хорошие ребята, они уже свой вклад в развитие украинского клубного футбола сделали. Так как наши подтянулись к ним, и то на наших некоторых тоже смотрели. И тут же, опять же, Ермоленко, когда-то Шевченко, не когда-то, это буквально было несколько лет назад. Их приглашают, и на них смотрят. Просто они не до конца знают иногда, кого они покупают, и они видят ролики, лучшие моменты этих футболистов. А такое ощущение, вот Шевченко не расстроился ничьей. Я смотрел, как он после игры приветствовал там исландских, своих футболистов, и было такое ощущение, что, в общем-то... Ну, первая игра парня, великого футболиста, и первый матч, если проиграли бы, тоже жестко было бы. Это для него был бы серьезный удар. А так они и по игре не проиграли, и играли нормальный, достойный футбол. А для вас, когда Шевченко станет действительно тренером? Ведь сегодня это, скорее, такой информационный повод, да, вот интересно... Но я вообще отрасматриваю не его, а всю команду, а он лидер там, поэтому последнее слово за ним. Я думаю, что он... Ну, в каком случае мы скажем, что Даша Шевченко – это футбольный тренер? Это не просто великий игрок, который там на кромке поля... Мы в Голландии видели, да, Гулит, там, Ван Бастен тоже пробовали. В Голландии такие футболисты, что не проблема была, а больших тренеров из них не получилось. Ну, иногда большие футболисты не хотят быть тренерами. Они зарабатывают большие деньги, это нервотрепка, им как бы не особо нужна. Они идут больше в чиновники или просто занимаются бизнесом. Ну, вот для вас, когда вы скажете, что Даша Шевченко – это уже не великий футболист, но это еще и классный тренер. После, что нужно, отбор выиграть, какую-то игру показать? Ну, отбор, если выиграет первое или второе место, это уже надо будет руку за ним. Ну, скажем, Рианча выиграл. Что-что? Скажем, Рауль выиграл отбор. Нет, нет, нет. Последнее слово за главным тренером, как бы ни было. Он ставит точку в тактике и составе. Ребров для вас уже состоявшийся тренер. Да, конечно. Ребров выиграл в все эти чемпионаты. Ну, а на 5 ему же помогали. Тот же Рауль ему помогал очень прилично. Он, не имея большого опыта, стал тренером. И сейчас вот уже он был в составе лучших европейских тренеров. Молодец. Вы знаете, да, ну, тоже есть фотографии. Нужно гордиться этим, что у нас такой парень. Мы сегодня вспоминали, там, Фергюсон с Ребровым. Он говорит, о, я тебя где-то видел там в Англии, Фергюсон, Реброву, наверное. Он его видел как футболиста. Хорошо, завершая. Украина, Турция, Украина. Шанс какой? Будем снова играть на ничью? Только там уже буквально 2 минуты остается. Ну, как это на ничью? Будет футбол, борьба за очки будет. То есть выйдем в 8 защитников и будем... Нет, там 8 защитников никто не играет. Сейчас все обороняются и все... Задача не пропустить. Нет, 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 нет. Все обороняются и все атакуют. Динамо, Шахтер. Вы с кем? В конце недели. В Харькове. Знаковый матч. У Шахтера чуть больше шансов, я думаю. Вот я завершая... Где мы... Ну, я могу себе это позволить, поскольку я не специалист. Вот мне хочется, может, не столько и результат, а хорошую игру. Вот футболисты говорили, мы уже соскучились получать удовольствие от игры. Мне кажется, та игра, которая была с Исландией, удовольствие они вряд ли получали. Мы, болельщики, будем болеть за любую сборную, будем ждать побед, но вот хочется, чтобы, так сказать, их удовольствие доставляло удовольствие нам. Болеть надо за результат при хорошей игре, при нормальной игре. Ну, вот видите, специалистам важнее результат, а мне еще хочется, чтобы была и игра. А игра была вчера. Была определенная игра была, и тактика была разработана, и ребята пытались эту тактику осуществить. Вот ключевое слово пытались. А хотелось бы, чтобы уже осуществили. Спасибо вам, спасибо зрителям, которые были с нами. Болейте за наших. Главные темы дня дальше в вечере на Думской. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова